Если я сейчас скажу о плохих сторонах альбома, люди сразу это заметят. А если я об этом не скажу, возможно, они никогда не заметят. А я заметил и скажу вам, что не так с этими песнями. Их очень сложно воссоздать. Но я сделал это для вас. Привет! И сегодня мы разберем бит от вас альбома Тузик Славы Мерлоу. Я покажу все на готовом проекте, потому что в этом треке каждые 14 секунд вся музыка меняется. Ну или почти вся. Давайте разбираться. В интрухе у нас два пианино. Одно слева, другое справа. Послушаем то, которое слева. Оно играет более низкую партию, и вы можете здесь увидеть, что оно немножко, так сказать, off the beat. Еще на питч я нажал правую кнопку мышки и сделал Create Automation Clip. Если дважды кликнуть на клип автоматизации, то можно будет включить ему LFO и нарисовать вот такую автоматизацию питчу. Чтобы он will, will, will. Чтобы его отчетливее услышать. Потому что пианино слева вот такое вот гуляющее по питчу, а справа оно без питча. А вот так звучит правая партия. Нотка, потом аккордик. Это некомфортное звучание, отлично работает вместе. Нотки там вот такие. Так выглядит правая партия, то есть более высокая. Сначала нотка, потом аккорд, потом вот это. В нижней партии вот такие нотки. Тут тоже интересный аккорд, который я тоже кое-как подобрал на слух. Но, конечно, когда они раскиданы по стерео, работает просто шикарно. Цепь обработок огромная. Первый это Tape Mellow 5, в котором мы добавляем драйв и смещаем немножко углом в сторону высоких. Срезаем вниз и срезаем чуть-чуть вверх. Как будто мы записывали это на телефон. Следующий ключевой плагин это компрессор, чтобы звук сталким, зажатым, плоским. И потом пространственный HD-Lane, Large Ambience 16% и Shimmer Concert Hall на 9%. Они как бы создают эффект атмосферы, эффект комнаты. И пока мы не подошли к самому интересному в бите, пару слов про весь альбом. Тузик точно концептуальный, но без сценобизма. А что так, можно было что ли? Да. Почему концептуальный? Местами яркое звучание становится зубодробительной. Очень злой и явно специальный. Возможно, чтобы отгородиться от прошлого тоже яркого, но более аккуратного звука. То же самое и с инструменталами. Они стали больше. На прошлых альбомах и синглах господствовал бит. А тут явно вверх берет музыка. Инструменты жирные, сочные, широкие и интересные. То есть от них не получится ни заскучать, ни устать за 17 минут альбома. Что? Всего 17? Да, он очень лаконичный. Вместо долгих скитов и интрук с разговорами, он вихрем протаскивает тебя сквозь историю славы. Связанную историю. Это цельный альбом. Например, Rover и O2 эмоциональны и по звуку очень разные, но говорят об одном и том же. Но убери один из этих двух треков, и магия второго тут же потеряется. И в этом крутость альбома. Он лаконичный, музыкальный и цельный. Послушайте его обязательно, если еще нет. А если вам есть что сказать, пишите в комментах. Сначала про бит, он практически не меняется. Снэр, клэп, клэп. Вот этот клэп основной, вот этот вспомогательный. Он фигачится по LFO. Мне показалось, что так звучит круто. Снэр без изменений, а вот над хай-хетом я чуть-чуть поработал. Крутил аут, чтобы он стал покороче. Потом я ему дал немножко буста с клипом. Немножко опустил эквалайзер, чтобы он стал поярче. Еще я подкрутил ему LFO вот с такими настройками. То есть у него громкость постоянно так фигачит. А на группе бита очень легкое расширение. Потом Saturn вот с такими настройками немножко задрал серединку. И Transient Shaper. Еще у него есть реверберация. Но с Drum Air получается, что она супер короткая. И дает очень легенькое пространство. Если мы отключим и реверберацию, и эффекты. Ну как-то звучит не так собрано. Тут как-то оно поприкольнее, по-моему, собирается. А вот здесь уже интереснее. Сначала я вообще не хотел делать вот эти AdLibы и вот эти летающие голоса. Но без них вообще атмосфера терялась. И я просто забил на то, что это голос славы, который он сам записывал. И просто подобрал что-то похожее. Обработка на всех однотипная. Куча ревера, куча дилея. Например, здесь. Dirty фильтром я подрезал вверх, чтобы он стал поглуше. И выехала Vintage Verbs со стандартным пресетом, где я задрал дикей очень сильно. Но главный прикол в другом. Они все укороченные. То есть он не звучит в свою полную длину. Вот так вот. А звучит очень коротко. И это создает вот эту темную, некомфортную атмосферу, когда ревер длинный, но сам звук очень резко обрывается. Так я сделал со всеми сэмплями. Например, вот с этим. Это абсолютно традиционный трэповый чант. Помимо реверба. Тут есть еще дилей довольно быстрый. Естественно, пинг-понг. Но самый классный кусок первой части – это вот это взбитое дыхание. Возможно, мне стоило самому подышать в микрофон, но я собрал из сэмплов. Первый – это вот этот тоже довольно традиционный трэповый чант, в котором просто та-та-та-та-та-та. И главный прикол тут – в Velocity. И в том, что звука два. Один играет налево, вот этот. А вот этот играет направо. Изначально это был вот такой вот сэмпл. Но я его укоротил. Но он был слишком медленным. Так что я включил стрэч. И поскольку его длина зафиксировалась, я вернул ему продолжительность. И он стал побыстрее. Естественно, без диких обработок это не работало бы. И самое главное здесь – это компрессор и Blood Overdrive. Они немножко раздувают звук. И остается дать только стереорасширение. Короткую реверберацию с большим миксом. И длинную реверберацию с очень маленьким миксом. Подышать в микрофон было бы быстрее, скажете вы. И будете правы. Вот же он. Можно. И вновь напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который отлично подойдет новичкам. То есть даже если ты ни разу не открывал FL Studio, по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит. Видеокурс стоит 4290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс и прокачивайте свои навыки. Из музыки у нас здесь пианино буквально на двух нотах, но тоже с движением по велосити. Без этого движения было бы гораздо скучнее. А вторая часть это буквально тузик. Он тоже, кстати, поднимается на полтона, но потом уменьшается по громкости. Звучание пианино тоже нужно было сделать таким злым и нагнетающим, поэтому тейп мелов файс драйвом. H-делay тоже с короткими отражениями, естественно, с пинг-понгом. И вот эту тонкую грань с перегрузом я попытался отловить на Little Radiator. Он вот прям завершает это звучание. И не будем игнорировать, самое важное это, конечно же, бас. В своей реакции я уже говорил, что это напомнило мне какие-то дикие вайбы Иисуса Канье Веста. И собирать такой басец было очень интересно. Вот так звучит сам сэмпл. Вот так он звучит с обработкой. За перегруз отвечает Little Radiator и G-Clip. Little Radiator создает перегруз, G-Clip ограничивает звук и тоже перегружает. Если мы уберем G-Clip. Ну, не то. Включим обратно. В середине паттерна наступает кик, который также обработан G-Clip и Little Radiator. Еще он сейченит бас. Вот с такими настройками. Еще одна фишка, которую я услышал, это появляющийся 3-малатерный пианино. Вот я его автоматизировал. То есть играет просто пианино. И... То есть он появляется здесь и создает эффект расщепления просто звука фортепиано. Звучит, по-моему, офигенно. Скачать этот проект вы сможете в моем телеграм-канале по ссылке в описании, как только это видео наберет 3... Нет, не 3. В этот раз не 3. В этот раз 3900 лайков. Потому что посмотрите, как долго я делал этот проект. Так что, если вам понравился результат моей работы, то ставьте лайк этому видосу. И уже очень скоро вы сможете скачать этот проект и поковыряться в нем самостоятельно. Во второй части фортепиано переезжает на актау вниз. И меняются нотки 808 полностью. А из бита пропадает вообще все, кроме клэп. Еще здесь вот это второе фортепиано есть, которое отыгрывает вот эти аккорды снизу. На нем все то же самое, что и на первом фортепиано. Только флаттер очень сильно задран и отключен реверп полностью. Играет оно только в этой части, только 2 раза и все. Еще тут появляется новый AdLip. Не совсем похоже на оригинал, но здесь, по-моему, звучит довольно уместно. Без эффектов звучит вот так. Задирал я верх Fresh Air'ом и Saturn'ом. Скоро мы подберемся к самому интересному, а пока... Возвращается бит, и бас отыгрывает дикую дичь. В каждой части 808-ого звучит абсолютно по-разному. В прошлых треках Славика так не было. И перед тем, как вступает гитара, у меня есть любимый мой Vox. Он обработан точно так же, как второй, за исключением того, что тут два дилея. Ну вот мне так захотелось. И все это работает вместе с Envelope и LFO. То есть, если я отключу их... Простовато. Но стоит их включить и поставить LFO на максимум... Мы получаем очень короткий звук за счет Envelope и такой дрожащий за счет LFO. И это просто шикарно звучит перед вступлением гитар. И эти разгонные гитары играют через дистрактор, в котором срезается весь верх и постепенно-постепенно возвращается именно так, сделанные в треке. В этом разгоне перед дропом играют аккорды Е, С и А. То есть, Ми, До и Ля. Зарендерил все я, потому что эти парные гитары жрут процессором. А во-вторых, вот можно увидеть, что они играют с микроскопической задержкой, из-за этого бить не собирается. И вот это моя любимая часть. Вот эти все штучки. Мух, как они классно звучат. И как вы видите, здесь два слоя. Один низкий, другой высокий. Как я это сделал? Научиться играть на гитаре было бы проще. Пока я это лепил, я узнал, что этот прием называется глиссанда. Покажу на примере высокого. В импл-гитаре заходим в рифер, выбираем самую высокую струну. Нам же нужна высокая глиссанда. И поэтому вот так тянем наверх. Нотка Ля. И она должна перейти в нотку Ми. Так что ставим рядом здесь нотку на ту же самую струну. И тянем ее вниз на Ми. Сюда. На ту же самую струну, только максимально низ. Теперь мы ее растягиваем, выделяем. Легата выбираем Легата слайд. Можно еще сделать здесь слайд ин. Но это глиссанда. Звучит медленнее. И что я делал? Да просто ресэмплил в Эдисон. И потом вот эти получившиеся штуки закидывал в плейлист. И стретчил их как мне по кайфу. Потом на верхний и на нижний глиссанда закинул гитар риг с одинаковыми настройками. Вот такой вот пресет я выбрал. Ну и немножко еще декабитатором разогнал на общем канале. Если все эффекты отключить. Даже слышно, что оно все застретчено, некрасиво звучит. Но включаем эффекты. Магия. В гитарном дропе у нас бас практически не меняется. Добавляется только вот такой вот слайдик. Это тоже все Ample Guitar SH. Я записал отдельно низкие ноты гитары, которые играют вот такие вот аккорды. И высокие нотки, которые играют четвертями. Точно так же все это заресэмплил вот в этом. В Ample Guitar SH я использовал Night Train пресет. На самих гитарах ничего нет, но и группа обрабатывается вот декабитатором. Потому что убери его. Попроще, попроще. А вот так хорошо. На высоких гитарах я очень сильно зажал мид динамическим эквалайзером. Средние частоты в мид составляющие, чтобы освободить место ударно. Потом у нас снова куча ревербераций. Ревербераций. Вот здесь стандартный пресет, здесь DRAM. И немножко один стереоконтрол для расширения. Я уж не знаю, какую гитару использовал слава живую или вейстешную. Но по-моему вейстешная звучит приемлемо. Давайте скажем так. Еще у меня тут есть вайбы Kanye West. Я ловлю от вот этих звуков. И мне было прям по кайфу их всех делать. Вот эти пачки. А сделал их я с помощью вот просто ноты и артикуляции на Slide In и Slide Out. Вот в любом вейстешном гитарном инструменте есть вот либо такие штуки, либо они где-то еще расположены. Как правило, если на них навести мышкой, то появляется подпись, что они значат. Если эти артикуляции убрать, просто нотка. А если поставить... После этого я их ресэмплил. И для самой нижней сделал модуляцию. Тоже модуляцию питчу, как в начале для фортепиано. Потому что в оригинальном треке для нижнего слоя тоже сделана модуляция. Потом у нас есть средний слой и супервысокий. Потом в конце этого повторяется только супервысокий слой. Повторяется вот этот хей-хей-хей. И начинается самая крутая часть этого трека. Где бас подстраивается под аккорды, а бит звучит без изменений. Тоже штука с модуляцией. Если здесь мы плавно спускались с ми, потом на до, потом на ля. То тут мы немножко даем жару. Во-первых ми, потом до, потом соль, потом си. И потом все это возвращается снова на ми. Так сказать, забег по кварток винтовому кругу устроил нам славик. И этим аккордом подыгрывает вот эта лидирующая гитара. Тоже для некоторых ноток я выставил вот эти артикуляции на слайд-ин. И в конце все завершается глиссандро. Вот этим снова, вот этим прекрасным словом глиссандро. И мне в свою очередь пришлось снова их ресэмплить. Потому что настроить этот глиссандро с помощью артикуляции еще как-то у меня не получилось. Так что я просто заресэмпливал, вот это подставил. Время подрубить мастер. Вот так без него. И вот так с ним. На первом месте клипер. Потом я срезал низ. Потом сус очень сильно жмет серединку. Потом вот этот странный собирающий плагин. И в конце L2 немножко все разгоняет. Вот такой получился биток. Полную версию можете послушать в телеграм-канале. Также можете написать в комментариях, как вам вообще такой тип разбора. Ок или не ок. Потому что обычно я же как бы с нуля выстраиваю все. А тут все показывал на готовом примере. И обязательно ставьте лайк, если видос понравился. Также напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу от А до Я. Который отлично подойдет новичкам. Чтобы узнать о видеокурсе подробнее, напишите мне. Ссылочка на меня в описании. Также подпишитесь на канал обязательно, если вы этого еще не сделали. И на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео.